Приветствую вас. Ну, жалко, что вы не напишали о том, сколько лет сестре вашего мужа, сколько лет, собственно, маму-мужу и сколько лет вам. Это было бы очень, на мой взгляд, полезно. Здесь информация была. Значит, я вас, в принципе, понял. Я понял, что вы, значит, хотите мирно, как можно, более мирно разрешить эту вот ситуацию, которая сложилась. Ну, надо сказать, что за это, за то, что вы хотите ситуацию разрешить мирно, за это вам честь и хвала. Вы молодец, что уж говорит. Другое дело, что, да, может быть, вам не холодно, не горячо относит похвалы. Опять же, вполне хорошо я вас здесь понимаю. Понимаю вас в том плане, что, что делать-то. Вариантов здесь несколько. Пожалуй, повторюсь, если скажу, что по большому счету у вас немного вариантов. Три, может быть, чуть больше, но основным вариантом все равно будет, на мой взгляд, три. Вариант первый. Это понять, что стоит за вот таким поведением сестры вашего мужа. Это самый такой хороший вариант, если вы желаете мира. То есть, вы, если поймете для себя, что стоит за ее поведением таким, вы сможете достаточно активно, точечно, значит, подкорректировать свое поведение так, чтобы, значит, сестра больше не вмешивала. То есть, удовлетворить ее главный, основной запрос, скажем так. Ее главный и основной запрос, по моему мнению, вот, потому что вы написали, потому что вы рассказали, ее главный, основной запрос, это не деньги как таковые. По моему мнению, конечно. Ее главный, основной запрос, это чувствовать собственную значимость и быть нужной. Соответственно, возникает вопрос, ну, если она хочет быть значимой и хочет быть нужной, то как ей это дать? То есть, что можно сделать, чтобы она почувствовала себя вот той самой, то есть важной, значимой и нужной. Подумать, как можно было бы ее поведение направить правильно, чтобы она перестала вмешиваться в вашу жизнь, чтобы она начала заниматься, ну, чем-то, например, собой больше, да, и так далее. То есть, может быть, попробовать как-то вот ее натолкнуть на модели интересов, на образы интересов, на что-то, что ей понравится, что будет выдаваться в нее, живой интерес, и так далее. То есть, подумать можно об этом ключе. Поставайте, как-то, грубо говоря, перенаправить ее энергию негативную на вас и на вашего мужа, ну, на что-то другое. Если получится, то хорошо. Если нет, тогда вариант вам нужен следующий. Объективно, вот объективно, в этой ситуации вы вообще ни при чем. Ну, то есть, давайте вот посмотреть правду в глаза. Вы, жена, твоего мужа, и вы совершенно не должны, значит, участвовать вот в каких-то таких вот моментах, связанных с его, женой, его сестра, простите, его сестра. Вот видите, вы тоже так сказали, что я уже начинаю говорить, что это его жена, его сестра. Муж ваш сам видит, как обстоят дела. Он видит, как его сестра себя ведет. И либо он, насколько это его родственники, принимает волевое решение и кардинально меняет что-то в своем отношении к ней, к вам и так далее. Либо все остается так же, и вы продолжаете страдать. Потому что, ну, совершенно очевидно, что может, если что и может сделать что-то, так это мужчина. Потому что она его родня. Потому что, как бы, он на нее имеет решение, влияние реальное. Только он как-то способен на нее повлиять. Не вы, а он. И вот это вот нужно понимать. Здесь вопросы сразу встают в следующем. Может ли мужчина, например, реально что-то сделать? Может ли, не может ли? Если может, то как, что для этого нужно? Если не может, то опять же, почему и что для этого нужно? То есть, вот какие препятствия стоят именно у вашего мужа на пути к тому, чтобы отстаивать границы вашей семьи. Я думаю, что подобное позиция, подобное направление, оно вполне справедливо для вас, если вы хотите как-то, значит, наладить свою жизнь. Причем, сделать это вы хотите реально. Надо с вашим мужем поговорить. Надо ему донести вашу позицию, что, простите, а почему я все это терплю? Зачем я все это терплю? Ради чего я все это терплю? Да? И так далее. Чтобы у вашего мужа сложилось четкое достаточное понимание того, что вот все. Дальше будет только хуже. Дальше вы можете от него уйти, дальше он может вас потерять. И вот пусть муж уже и подумает, что он может реально сделать для того, чтобы эта ситуация прекратилась. Может ли, хочет ли, и так далее. Вообще, у меня сложилось впечатление, что вы, только вы стараетесь ситуацию как-то исправить. Ваш муж же не делает для этого ничего. Вы обращаетесь к психологу, значит, тратите деньги, ваши общие семейные, да, из бюджета вашего. Пытаетесь проблему как-то решить, а что делает ваш муж? По факту. Что он делает для того, чтобы ситуация как-то изменилась, исправила, стала лучше? Сделает ли он что-то реально? Вот это вопрос, на который вам нужно ответить. Не одна ли вы стараетесь? Не одна ли вы пытаетесь? Не одна ли вы боретесь? Потому что, если одна, то вы, к сожалению, обречены на прогресс. Не потому что один из поля не воин, а потому что вы не справитесь с чужой родной. Это нереально сделать. Потому что, ну, понятно, что для его тюцы вы никто, и прислушиваться к вам она не может. И не хочет. И не должна. Как бы это ни печально звучало, но не должна. Соответственно, постарайтесь подумать, что вашему мужу не хватает для того, чтобы решить ситуацию. Решить ее в, ну, скажем так, в позитивном случае. Что не хватает вашему мужу? Постарайтесь подумать об этом, пожалуйста. Это очень важный момент. Далее. Не помещает вашему мужу обратиться, если потребуется к психологу, для того, чтобы психолог проработал с ним, его мужа, семейные отношения, и, возможно, какие-то страхи. Модели поведения, и так далее, и так далее, чтобы ваш муж смог как-то вот сам начать справляться с ситуацией, которая происходит. Потому что это очевидно, что он не справляется с ней сам на данный момент, на сегодняшний день. Без вашего мужа одна вы сделали ничего не сможете, потому что у сестры вашей, условно говоря, нет никакого мотива, никакого стимула для того, чтобы что-то менять в своей жизни. Вот в этом направлении я и хотел бы, чтобы вы подумали. Ну, поговорили с мужем, предложили ему обратиться к психологу и так далее. Далее. Далее, честно скажу, что не очень приятно мне это говорить, но вашему мужу, вот как я увидел из вашего сообщения, по крайней мере, не берусь от взгляд наверняка, но как вот мне показалось, что у вашего мужа тоже, в принципе, в общем и целом, все устраивает. То есть, он как-то не очень хочет ситуацию менять. Опять же, я не видел его, я не видел его активности, я не видел его стремления, я не видел его какой-то вот такой упёртушки, строгости и так далее в том, чтобы обезопасить вас и обезопасить себя от сестры, если она действительно, ну вот, вредит, как вы говорите. И либо человек не представляет реальную опасность от сестры, либо его все устраивает, либо ему все нравится, либо он не особо хочет что-либо менять. Ну и в этом контексте нужно отдельно сказать вам, что ситуация не станет лучше до тех пор, пока вы уже своего мужчину не выведете из такого вот состояния комфорта. Пока вы своего мужчину не выведете из положения, когда его все устраивает, ему удобно, ему хорошо и так далее. Значит, нужно подумать, что он получает в этой ситуации, что он из нее извлекает для себя, чем она, ну может быть приятна ему, может быть интересна ему, может быть что-то ему дает и так далее. Постарайтесь подумать, чем ему эта ситуация может быть выгодна. И в своем контексте, именно в своем контексте, то есть в контексте ваших отношений, постарайтесь лишить его того, что он получает с вами. Это, пожалуй, то, что вам нужно сделать. Ну, в принципе, я об этом говорил уже отчасти. Я говорил, что вам надо было как раз вот проявлять больше активности, больше четкости именно в позиции к своему мужу. То есть к сестре, в принципе, проявлять активность какую-то и проявлять жесткость не имеет смысла. Она такая была. Всегда. Она была такая для вас, по крайней мере. А это значит, что менять ее не имеет смысла. Она такой человек. Ну, конечно, вот только, наверное, с учетом того, о чем я вам сказал. То есть только в этом контексте можно ее поменять. А так, так она сложившаяся личность, сложившийся человек. Своими, своими, своими какими бы извращенными они не были и так далее. Не ее менять надо. Зачем ей менять? Для чего? Ей не надо меняться. У нее все устраивает. Ей все нравится на самом деле. Меняться нужно не ей. Меняться нужно вашему мужу. Потому что он из-за нее теряет, по сути дела, свою семью. Ну, то есть вас и предыдущий жен. Вот до тех пор, пока ваш муж не осознает того, что ему самому нужно что-то в этой ситуации делать, до тех пор, пока ваш муж сам не поймет, что от его активности, от его позиции зависит исход данной ситуации и по сути вся его будущая жизнь. Ну, боюсь, что все будет оставаться на своих руках. Все будет оставаться так, так и сейчас. И для того, чтобы мужчину подтолкнуть к решению вот этой проблемы. Постарайтесь перейти постепенно к третьему варианту. Третий вариант это такой, что вы ясно и четко даете мужчине понять, что терпеть подобное не собираетесь. Что вы хотите жить с ним, я имею ввиду с мужчиной, а не с его сестрой. Что вы хотите получать там удовольствие от жизни, счастья, наслаждаться жизнью с ним. А в итоге вы не наслаждаетесь, а это какой-то ужас, что происходит. И вот, соответственно, сказав подобное своему мужу, вы просто даете ему понять, что либо он решает эту проблему в течение, скажем, месяца и недели. А то уже вам решать, какой вы выберете срок. Либо вы от него начинаете постепенно отдаляться. Так и скажите, я начинаю от тебя отдаляться. Лишайте его сперва своего внимания. Потом там ласки. Потом может быть секса. Там разговоров. Чего-то еще. Потом, например, говорите, что я какое-то время там поживу где-то, ну скажем, может быть в другом месте, если вам, конечно, есть где жить. То есть вот всеми силами старайтесь дать мужчине понять, что вы не собираетесь смириться с тем, что есть. И будете отчаянно пытаться ситуацию как-то изменить. Это ваша полная правда на самом деле. Ну и если мужчина увидит, что, соответственно, вы действительно вот начали отдаляться от него. Значит, чтобы лишить себя, по крайней мере, этой ситуации. У него будет возможность проявить свою активность. И вы понимаете, в чем здесь важный момент? Вот если его активность будет такова, что вы увидите от него желание что-либо поменять, значит, это ваш человек, и вам его действительно, вам за него действительно стоит держаться, вам за него действительно нужно цепляться. Это значит, что он действительно вас любит. Как бы там что ни было. Ну и, соответственно, вы увидите активность от него, увидите активность всего страны, и будете сами как-то ему помогать. Да, будете сами что-то делать для того, чтобы вот помочь ему данные ситуации разрешить. Там это можно помочь тому, кто что-то делает, если нельзя помочь тому, кто не делает ничего. В вашем случае у меня сводилось именно такое впечатление. Ну а если вы увидите, что человек ничего не делает, или если вы увидите, что он, например, там начал обвинять вас в чем-то, говорит, что он говорит, что вы плохая, что вы его бросили, что это права была сестра, говоря, что и вы от него уйдете и так далее. Это значит, что мужчина к вам относится, относился точнее, не искренне, ну или, по крайней мере, не так, как вы к нему. То есть понятно, что каждый человек любить может по-своему. Но вот в вашем случае это будет означать именно это. А значит и вопрос, который им нужно задать в данном случае. А стоит ли тогда вообще за этого человека держаться, если он не готов бороться за ваше счастье, за ваше благосостояние? Столько ли за него держаться тогда? Ну вот, так, в принципе, вам можно порекомендовать эту ситуацию разрешить. На мой взгляд, основная проблема в том, что вы по какой-то причине вот сразу, когда поняли только всю ситуацию, не стали ничего делать, то есть вы как бы позволили повторяться ей. А надо было сразу сказать своему мужу, когда вы поняли, что вот сестра только деньги тянет и все, когда вы увидели, что вы там, например, для нее плохая сразу, как только вот с деньгами возникает вопрос. Вам нужно было сразу в этот момент своему мужу говорить, что либо ты поступаешь жестко и ситуацию разрешаешь, либо я не знаю, как мы с тобой будем дальше жить. То есть вот это вот вам нужно сказать в первую очередь, что я не знаю своему мужу, я не знаю, как мы с тобой будем дальше жить. Потому что для меня это ад. Для начала скажите своему мужу вот так, просто, что я не знаю, как мы с тобой будем жить. Ну, умному мужчине, осознающему себя мужчине, этого, в принципе, будет, ну, более чем достаточно. Чтобы понять, что критическая точка, она на подходе. Ну, а если не увидеть никакого результата, то вы, я надеюсь, посмотрели в моем ответе, что вам нужно делать дальше. Понимаю, что, наверное, и скорее всего, вы получили не тот ответ, который хотели. Потому что вам, наверное, хотелось бы, чтобы мы помогли вам ситуацию разрешить полностью. Ну, и вы постараетесь понять, что здесь речь идет не о вас, хотя о вас тоже. Речь идет здесь о третьем лице, даже о четвертом лице. И, к сожалению, здесь мы помочь можем мало. Тут касается вас, вот основная проблема, которая касается вас, на мой взгляд, в том, что вы по какой-то причине позволяете ситуации вот так вот развиваться. То есть вы, не видя активности у своего мужа, такой довольно серьезной, сами просто преподождаете терпеть. Ну, а сестра, видя, что вы терпите, видя, что вы не предпринимаете каких-то серьезных усилий и не вступаете в откровенную конфронтацию, вас провоцирует. Чтобы либо вывести вас, либо, соответственно, ну, либо вы все-таки взорвались, да, и дали ей повод вас в чем-то обвинять. То есть здесь нету какого-то выигрышного варианта, здесь нету какого-то вот такого единственно правильного поведения. Здесь все линии поведения будут проигрышными именно с позиции сестры. Там до позиции любую, сестра любое поведение воспринимает как что-то негативное. И для нее это, ну, действительно так. Для нее это действительно негатив. Вы для нее негатив. Ревность, вот которую она к вам испытывает, неуверенность в себе, это все ее проблемы. И нужно, чтобы проблемами своей родни справлялся ваш муж. Если он этого не делает, то вот нужно разбираться почему. А вам, ни в коем случае нельзя позволять другим, неважно кому, вредить своим интересам, вредить своим взглядам, вредить своим ценностям, вредить своим, значит, идеалам. Своим, так сказать, целям. Вот. Если вы это позволите, то вам будут все время, к сожалению, наносить только лишь вред. Вот именно в контексте вас, если говорить про вас, то вот именно такая вырисовывается ситуация, что вы позволили. И сейчас нужно срочно компенсировать это. То есть, занимать жесткую позицию по отношению к сестре, сказать ей жестко, что ты меня не трогаешь, и я тебя не трогаю, и все. Давай жить так. Это будет один раз. И не важно, что она скажет, не важно, что она сделает, важно то, что чем дальше, тем будет хуже. И своему мужу вам нужно сказать так, вот точно примерно так, что либо ты что-то делаешь, либо я от тебя отдаляюсь, потому что так шхить дальше нельзя. А с твоей сестрой может справиться только ты. Ну и так говорится, на Муне мы сможем помочь, если вы, как бы, уговорите его обратиться за психологической помощью, если мужчина поймет, что то, что происходит, это не нормально. А вот только так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok